В ближайшее время шестилетнему Мише предстоит операция на глаза. Сейчас косящий глаз ребенку выправляют на специальных аппаратах. Ездить во Владивосток на лечение приходится из большого камня. Виновник дальнозоркости и косоглазия – планшет. За ним Миша большую часть времени проводит с двух лет. Так ты зачем столько времени за планшетом сидел? Ну, ничего делать было. А гулять? А гулять. Ну, друзья там не гуляли, я решил в планшет поиграть. Сегодня, говорят офтальмологи, каждый второй дошкольник уже близорукий. Это результат повального увлечения гаджетами. Есть нормы Минздрава, по которым ребенок должен проводить за компьютером не более 10 минут в день. Конечно, их никто не соблюдает. Если раньше близорукость появлялась где-то в 11-13 лет, то сейчас уже в 6-7 лет близоруких детей много. Приводить ребенка к офтальмологу, особенно если есть предрасположенность к плохому зрению, рекомендуют, начиная с трех месяцев, два раза в год. Плохая наследственность, близорукость у родителей. Одна из причин – вовремя появиться у врача. Если наши детки, извините, раньше гуляли, смотрели кругом, обзор был большой, то сейчас они все в квартирах, в детских садах, в школах, на улице кругом-кругом дома. То есть обзор – это практически вдаль нет. Все дети в основном сейчас работают вблизи. А вблизи с минус три – это более оптимальный вариант работы. Не так глаза устают. Людмила Журавлева с близорукими детьми работает больше 40 лет. Среди детских офтальмологов она знаковая фигура. И не только во Владивостоке. Когда работала в городском центре охраны зрения, за год принимала почти по 7,5 тысяч детей. Сегодня Людмила Владимировна – единственный врач в городе, способный исправить ребенку косоглазие без операции с помощью только аппаратов. Первые такие жалобы у детей при близорукости – они низко начинают наклонять голову, прищуриваться, смотреть вдаль. Могут пожаловаться, что вот предметы расплываются, или ты видишь, а я не вижу. Но основные жалобы – это низко склоняя голову, приближаются к тексту. Предрасположенность и гаджеты – не единственные причины, которые могут испортить ребенку зрение. Маше Степкиной – 13. Зрение девочка испортила во втором классе, когда пошла в бассейн. Губительными для глаз оказалась хлорная вода и очки для плавания. Зрение стало снижаться мгновенно. Сегодня девочка лечит дальнозоркость. Когда я читаю, начинает расплываться, либо голова начинает очень сильно болеть. И мне очень трудно читать. А в школе ты на доску как смотришь? Ну, мне выписали очки, первое время они хорошо мне помогали, а потом они плохо начали, ну, уже не помогали. За годы способы и методы лечения плохого зрения у детей изменились мало, но современные технологии позволяют навсегда исправить косоглазие или синдром ленивого глаза, чего не было раньше. Мы всем деткам и мамам рекомендуем зрительный режим. То есть, ребенок позанимался на компьютере, что-то поделал, потом обязательно нужно либо погулять, сменить деятельность, либо чем-то физическим позаниматься, либо в секцию сходить, либо дома прибраться, как мы говорим, посуду помнить. То есть, менять вид деятельности. И внимательно следить за ребенком. Врачи настоятельно рекомендуют. Начал щуриться – бегом к офтальмологу. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.